Когда я поступала, я хотела еще поступать у второй медицинский, но выбрала ФМ, потому что здесь есть возможность не только получить диплом врача, но и, если есть такое желание, стать научным сотрудником. На данный момент я точно ничего не решила, хочу ли я быть в науке или больше в медицине, поэтому я выбрала ФМ. Это очень сложный, непростой вопрос для меня на самом-то деле. Здесь больше возможностей, здесь можно стать не только врачом, специалистом в своей области, но и также можно уйти в какую-то сферу более возвышенную, что ли, в область науки, и на фундаментальной медицине намного больше путей развития. Ну, потому что я пришла на день открытых дверей 7 октября 2018 года. На ФМ, получается, совмещается наука и медицина, это то, чего я искала. Изначально я выбирала между двумя направлениями в МГУ, я выбирала между биотехнологией и формацией, но так случилось, что я попала сюда, и я ни в чем не пожалела, абсолютно ни о чем, потому что я считаю, что это место может мне дать больше перспектив, чем биотехнологии. Я решила пойти именно в медицинскую, только в девятом классе, когда я поняла, что мне нравится химия и биология. Почему именно в ФМ? Вообще я рассматривала несколько узлов, то есть первый медицинский, второй, но я решила, что фундаментальная медицина именно то, что мне нужно, потому что здесь, кроме медицинских предметов, также присутствуют фундаментальные науки, например, математика, физика. Ну, потому что, если выбирать из всех медицинских вузов, факультет фундаментальной медицины дает возможность изучать все науки, которые есть, не только медицинские, но и, например, математика, философия, то есть те фундаментальные науки, которые позволяют не только стать хорошим врачом, но и, в принципе, развиться как человек. Я выбрал именно ФФМ, потому что из всех медицинских учебных заведений он нравился мне больше всего. Мне нравится до сих пор. Ну, вообще, меня с детства агитировали родители, но я им говорила, что я сама решу, отстаньте от меня все, пожалуйста. Но в определенный момент я поняла, что люблю людей, что хочу разобраться в том, в принципе, что такое жизнь, как это все устроено, потому что человек — это большое чудо. И, в принципе, то, каким образом природа нас привела к такому, меня это всегда восхищало. И в седьмом классе я поняла, что хочу помогать людям, хочу лучше их понимать, и что может помочь в этом плане лучше, чем медицина. У меня мама врач, она сейчас работает, и поэтому с самого детства я смотрела на профессию врача и думала, хотела бы я тоже так же работать. В итоге, в десятом классе я, когда выбирала предметы для сдачи ЕГЭ, решила, что хочу сдавать и химию, и биологию. И как раз-таки, чтобы стать врачом, эти предметы нужно было сдавать. То, что я хочу связать свою жизнь с медициной, я понял еще где-то в классе в восьмом, когда началась химия. Она меня всегда очень привлекала, да и, в принципе, были такие моменты, когда я всерьез задумывался над тем, кем хочу стать в будущем. И именно медицина очень привлекала меня. А провизором я решил стать в классе в одиннадцатом, потому что понял, что, наверное, связывать жизнь именно с практикой медицинской я бы не хотел, то есть, как непосредственный контакт с людьми я уже не рассматривал, а вот делать что-то на благо как бы всего, если можно так сказать, человечества, разрабатывая какие-то лекарства или внося какие-то изменения в уже существующие лекарства, было для меня более интересным направлением, более, как-то мне, наверное, думалось, более перспективным. Вот, и я здесь. В девятом классе я это поняла. И к этому меня также подтолкнула моя бабушка. У меня вообще в семье нет детей, которые связаны с медициной. Кроме бабушки, она была недоработником. Вот, и из-за этого я тоже решила, все-таки, не синический, не биологический, а не в нет. Я бы не сказала, что я сюда пришла из-за медицины, потому что я всегда себя видела, работая в лаборатории, вне зависимости от того, какое это конкретное направление медицины, это клетки, биотехнологии или биоинженерии. Ну, я просто искал профессию, которая позволит помогать людям. Я любил химию, я понял, что медицинский это самый идеальный вариант для меня, самый подходящий. Довольно сложный вопрос. Скорее так, сошли звезды в моей жизни. К тому же у меня мать, врач, это, скорее всего, тоже повлияло. Но я не могу гулять такой конкретный момент в жизни, когда я понял, что вот медицина это мое, и я точно уверен, что буду заниматься этим. Это пришло со временем, пришло с опытом, и я понял это постепенно, а не в одночасье. Это определенно проблемы с тревожностью, потому что абитуриентов очень сильно пугают тем высокими баллами. Всем кажется, что невозможно набрать такой проходной балл на бюджет, но потом каждый как-то сдает и сам себе удивляется, и потом так же всем и говорит, что это было очень легко. Самым трудным вообще, я думаю, для меня было заставить себя сесть, что-либо делать, готовиться к экзаменам. Вот, а в целом все было нормально. Самым трудным это было понять, какой экзамен тебе нужно сдавать, потому что, к примеру, до конца, даже 11 класса, ты не понимаешь, кем ты хочешь стать, куда идти. И также было трудно предметы понимать, которые просто тебе не даны. Приступы к преступлению, наверное, страх чего-то неизведанного, потому что я не знал, как все устроено в ВУЗе, как здесь учиться. И после школы было немного страшно сдавать экзамены из-за того, что... Ну, я не знал, какие у меня будут результаты, и это было для меня первое такое серьезное испытание, даже на моем жизненном пути. Волнение, волнение от того, что не знаешь, что будет в будущем. Вот, это самое тяжелое было для меня. Я думаю, самым эмоционально тяжелым было ожидание самих экзаменов, ожидание результатов этих экзаменов. Еще было куча сомнений по поводу того, достаточно ли я готов, достаточно ли времени я уделяю тому, чему столько уделять время, а не перетяжусь ли я, или наоборот, не слишком ли я ленюсь. И постоянные сомнения, и переживания, это действительно было неприятно, и одна из самых тяжелых вещей за прошлый год. Ты не знал, ЕГЭ, почему-то я начала готовиться к Олимпиадам в 11 классе, и когда ты один сидишь, и тебя мало кто поддерживает, кроме репетиторов, которые готовили, собственно, к Олимпиадам, ну, иногда это приводило к нервным срывам. Когда ты приходишь в школу, все эти разочарованные взгляды на тебя смотрят, качают головой, ой, все, вот вевка на золотую медаль шла, она сейчас все завалит, и это было ужасно. Пожалуй, меня останавливала только вот эта эмоциональная преграда, интеллектуальный план, ну, как бы мне все нравилось, потому что ты развиваешь свои мозги, и начинаешь лучше понимать, что происходит вокруг. На данный момент я точно не знаю, как ответить на этот вопрос, но я думаю то, что, скорее всего, я буду практикующим врачом. Определенно и точно совмещать. Я не разделяю для себя науку и медицину, потому что мне кажется, что врач должен быть человеком со всех сторон образованным. И понимать только... Ну, я не понимаю, как можно уйти чисто в медицину и не понимать, что происходит на молекулярном уровне, на уровне химии. В общем, в реанте я бы предпочел совмещать эти вещи, но если придется убирать из двух зол меньше, я выберу все-таки науку. Ну, думаю, практикующим врачом, потому что все-таки наукой заниматься я хочу просто для себя, что-то изучать, может работать в каких-нибудь лабораториях иногда, но я все-таки хочу помогать людям и контактировать с людьми, поэтому я хочу стать врачом. Я считаю все-таки быть практикующим врачом в будущем, потому что я хочу спасать жизни людей. Я больше склоняюсь в сторону хирургии, потому что мне нравится. Вот я хожу в хирургическую секцию, например. Скорее всего, я бы хотел заниматься именно практической частью фармацевтики, но также меня привлекает и теоретическая часть, и даже, возможно, преподавание. Вот, и если мне когда-то предоставится такая возможность, я всерьез задумываюсь над этим. Да, легко причем. Главное делать все вовремя и размеренно. И не забывать, конечно, спать, потому что без этого и учиться плохо. На самом деле нужно, но это очень сложно. Ну вот лично для меня, потому что 4 часа в день я провожу в общественном транспорте, и это ужасно, но тем не менее стараюсь, даже несмотря на то, что в последнее время я зашиваюсь с учебой и со всеми своими дополнительными увлечениями и занятиями. Можно, если распределить свое время правильно. Ну, в принципе, сейчас даже если учить все, что нам дают, каждую вещь, каждую мелочь, то вполне возможно, что останется хоть какое-то время на мои личные занятия, хобби, увлечения и общения с друзьями. И если можно потратить это время с пользой, то почему бы и нет? Ну, мне кажется, да, если грамотно планировать свое время. И как бы не всегда же надо очень усиленно работать, учиться. Надо обязательно находить время на какие-то отвлечения, на друзей, на увлечения. Как бы это, мне кажется, неотъемлемая часть еще успешного образования, когда ты не только работаешь умственно, но также находишь время для правильного отдыха. Да, конечно. Вопреки всем мифам, которые гласят, что это невозможно, я общаюсь с друзьями, продолжаю, и занимаюсь какими-то внеучебными мероприятиями. То есть это вполне возможно, остается свободное время, которое можно тратить по своему усмотрению. Определенно, да, это большое заблуждение, что это невозможно, но нужно правильно распределять свое время, а даже если неправильно распределяешь, то все равно должно быть время для себя, потому что если заниматься только учебой, то можно сойти с ума. Занимаюсь баскетболом. Секция, которая недавно открылась, это раз. Еще, еще, еще состою в медиа-центре. И третье из такого значимого, это, скорее всего, студсовет. В общем-то, так как выборы были недавно, я особо еще не успел его прочувствовать, и, по сути, я не занимался, но все-таки он есть. Попробовать бы я хотел различные культурные мероприятия, типа осеннего или зимних баллов. Потому что это очень необычно. У меня такого никогда не было. И это так атмосферненько. И, в общем, классно. Да, у нас на факультете много различных возможностей как-то развиваться. Например, я вхожу в FM-медиа, а также принимаю участие в организации мероприятий, которые проводят на факультете. Ну, я хореограф-постановщик, поэтому я занимаюсь постановкой танцев на сцене в своем театре танца. Помимо этого, я организую разные встречи с интересными людьми. Просто встречи у меня с друзьями. Это тоже не легко организовать. И, в принципе, все. А попробовать бы я не знаю. Просто все хочется на самом-то деле попробовать. И чем больше ты пробуешь, тем больше, чем более интересна жизнь. Ну, в первом семестре сейчас я взял французский хирургический кружок, еще занимаюсь баскетболом. Потом планирую подключить МФК. Ну, в зависимости от того, что мне понравится уже. Ну, помимо учебы, я стараюсь больше развиваться также во внеучебной деятельности. Вот я в FM-медиа. Также, помимо учебы, я занимаюсь еще живописью. Иногда, когда нахожу на это время. Вот, а в будущем мне было бы интересно заниматься также, помимо какой-то научной деятельности, научной деятельности, найти себя в творчестве и, возможно, попробовать открыть для себя музыку. Я участвую в FM-медиа. Я состою в студсовете. Я довольно активный участник и участник своего курса. Я бы сказала, что инициативная. И на своем факультете также я организую творческие мероприятия. Ну, во-первых, я состою в медиа-центре. В принципе, я люблю волонтеры. Из того, что я хотела бы попробовать, возможно, когда-нибудь я буду баллотироваться в студсовет. И определенно точно, когда я съеду в Москву, я хочу пойти в Грацию, это танцевальная студия, в центральную секцию. Ну, вообще не сильно, но появилось больше ответственности. Я стал более ответственным, потому что никто не контролирует твою учебу, учителя уже не говорят о своих долгах, о твоих материалах, которые нужно выучить. То есть просто нужно ходить на лекции и учить то, что ты считаешь нужным. И это довольно сложно после школьного времени. Определенно, я уже что-то постигла. Например, я начала оценить время, я поняла, насколько у меня много времени и насколько можно ценить сон. Потому что в 11 классе я знала, что я очень много времени, очень много времени непонятно куда девается, на пустые увлечения. И я ждала университета, чтобы научиться ценить время. Потому что все говорят, что времени нет, а я искренне этого не понимала раньше. Сейчас я ценю каждую минуту, которая вокруг меня происходит, и мне очень жалко, когда она уходит в никуда. Да, мне кажется, я изменилась за эти два месяца во время учебы. Мне кажется, я стала более ответственной и внимательной в некоторых упроках. Да, я изменилась. Я сильно выросла в эмоциональном плане, в плане выдержки. Потому что тут совершенно не так, как в школе. Все намного жестче, строже. На самом-то деле, несмотря на то, что за нами никто контроля не ведет, тут надо контролировать себя самому. Поэтому это более строго на самом деле. И выросла в плане эмоциональном, потому что совершенно другой контингент людей, совершенно по-другому они себя ведут. И тут люди более осознанные и с ними приятнее разговаривать намного, чем, например, со старыми друзьями. Ну, я чувствую, что я все-таки изменилась немного. Я стала более целестремленной и ответственной. Ответственнее относиться к учебе. И сейчас я стараюсь вырабатывать все трудолюбие. В моем времяпрепровождении много изменилось, потому что я, как мне кажется, стал даже немного меньше тратить время на учебу, чем в прошлом году. И стал чуть побольше отдыхать. Еще, конечно же, изменился контингент людей, с которыми я общаюсь, что, в принципе, логично. Я думаю, это ответственность, прежде всего, потому что я, как минимум, староста, и несу ответственность за своих одногруппников. Также это какая-никакая сила воли, потому что надо, даже если мне не хочется встать и начать учить, чем-то заниматься, тем, чем невозможно, не хочется заниматься, просто потому что надо. Ну, наверное, я изменился своим отношением к учебе. Я стал уделять большее время, больше времени для подготовки. Подхожу к процессу обучения более ответственно. Также теперь я понимаю ценность своего личного времени. Я бы убрала математику, например, или историю. Я бы давала общагу Королеву, потому что эта больная тема для меня это отвратительная, или бы сделала бы, не знаю, вуз там поближе к своему дому. Убрал бы семинары по-русскому в МНОЦ. Я бы продлила математику на год. потому что за полгода мы проходим все очень быстро, и я лично не успеваю все понять. То есть, как только поступает новая информация, у меня есть неделя, чтобы ее освоить, но я не успеваю, и таким образом там все накапливается, накапливается. мне это немного не нравится. Ну, я бы сделал шестидневку, потому что учиться шесть дней в неделю это довольно трудно медицинском, учитывая, что объем материала очень большой, потрачено дорого время еще, мне кажется, неразумным. сложно ответить на этот вопрос. Пока что ничего, наверное. Мне определенно нравятся люди, которые меня окружают, потому что сравнивая с историями из других вузов и факультетов, я понимаю, что мне очень сильно повезло, что я нахожусь абсолютно в своей среде обитания, что я не вижу того негатива, который мог бы быть, если я поступил на другое направление или в другой вуз. Мне нравится качество преподавания именно у нас на факультете, то есть, если не брать первый метод. Практически все предметы, конечно, есть математика, в которой у всех небольшие проблемы, но это не критично. Также в учебе мне нравится контингент людей и атмосфера дружеская, которую они создают. мне нравится, что я не могу сама себя организовать, а нравится, что здесь есть очень интересные люди, которые преподносят простую информацию, очень интересно, и это заставляет мозг запоминать ее автоматически. Мне очень нравится, что есть некоторые курсы, которых нет в обычных медах. Например, цитология. Я обожаю цитологию. Прям хожу на пары и потрясающе то, что нам ведут преподы с биофака. Не из медицинских университетов, как это, например, в РНМУ или в Сече. К нам приходят люди с других факультетов и мне кажется, что это очень помогает, потому что человек специалист в своей области. В целом мне нравится все. Кроме математики и того, что она длится всего лишь семестр, и за семестр нужно пройти слишком много. Мне нравится, что у нас очень маленькая группа, что мы за этот период очень сплотились, мы очень дружны, веселы, и мы всегда находим друг для друга время, помимо учебы. также мне нравится сам процесс обучения, то, что мы вовлечены в учебу просто до костей, ну и также очень интересно то, что организует сам факультет, помимо учебы, проходит очень много конференций, на которых можно, если не участвовать, то просто ходить, наблюдать и смотреть за процессом для кого-то новым, для кого-то более близким, но все равно узнавать для себя что-то новое. Ну, мне нравится, если честно, все, потому что все условия для нас создают, чтобы мы учились успешно в ФРМе, у нас хорошие преподаватели, хорошая дисциплина, минусов каких-то я назвать не могу. Так не могу. Немного с на